Мы очень рады вас. Давайте поприветствуем, Фарид Исмагин, что вы здесь нам дадите, чтобы наши встречи и дальше продолжались. Несмотря на такую сложную технологическую остановку, спасибо огромное вам, что предоставляется Фарид Исмагин. Спасибо. Я тоже, честно говоря, очень соскучился и было много информации, которую нам необходимо рассказать. Безусловно, мы за эту встречу непродолжительную вряд ли все, что необходимо, можем обсудить. Но хочу сказать, что у нас образовательные проекты не ограничиваются только лекциями. А вот здесь вы видите, мы каждый год практически переиздаем клинические рекомендации. Уже 11 издание вышло и стараемся их ежегодно обновлять. Благо, что книги востребованы и поэтому издательство с удовольствием готовит следующее издание. Кроме того, мы уже подготовили, издали в печать, это значит через месяц, ну край полтора, да, уже будет готовое издание психосоматики, 9 версия и 12 версия, очень сложной и трудной, но востребованной книги лечения болезней в условиях коморбидности. Почему? Потому что очень быстро, динамично развивается кардиология, очень быстро обновляется фармакология, много уточнений у нас по тактикам ведения, включая и коморбидное состояние. Ну и кроме того, есть еще оперативная подсказка, которой я тоже пользуюсь. Это на кардиосайте есть очень популярный в России справочник болезней. Не там в кратком виде дозы, препараты, основные диагностические приемы там есть, не там тоже им широко пользуется наша кардиологическая российская аудитория. Пойдем дальше. Ну, это обязательный слайд, конфликт интереса, и это может повлиять на объективность изложения лектора. Непроверенной информации здесь точно абсолютно нет. Наше общество развивается, тем не менее, несмотря на вот эти пандемии, но во многом оно перешло сейчас в онлайн. Многие мероприятия у нас, если получается, онлайн и оффлайн мы проводим вместе, если нет, то только дистанционно в интернет-режиме. Но чтобы у нас был постоянный контакт с вами, мы в Телеграме создали страничку нашего Иркутского отделения кардиологического общества. То есть там будет все время идти информация о наших мероприятиях. Кроме того, не забывайте, что есть на YouTube-канале кардиостраничка нашего общества. Там вот эти все мероприятия и вот это сегодняшнее тоже там будет выложено. И можно будет при необходимости опять посмотреть, кое-что там вспомнить, если это необходимо вам. С 1 января 2020 года вступает в силу поправки к федеральному закону об основах охраны здоровья населения в Российской Федерации. Это основной наш документ. Что вступает в силу? Поправки, связанные с тем, что в основе наших действий должны лежать клинические рекомендации. Вот те рекомендации, которые на сайте Минздрава, на специальном сайте там существуют. То есть сейчас федеральный закон требует от нас, чтобы мы обязательно в наших клинических решениях опирались на клинические рекомендации. Это прописано в федеральном законе. Мышление клиническое никто не отменял, индивидуальные решения никто не отменял. Поэтому опытные, квалифицированные врачи будут принимать персонализированные решения с учетом, как это написано, на основе рекомендаций. Произошли серьезные события. Почему и назрела еще наша встреча. Вышел документ, который давно-давно не выходил, Европейское общество кардиологов, посвященный профилактике, первичной профилактике атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Вот здесь коротко представлены основные события, основные позиции, которые требуют нашего пристального внимания и внедрения в практику. Во-первых, старая древняя шкала СКО уходит. Вместо нее появляется шкала СКО-2 и СКО-2ОП. Мы имеем сейчас не только до 64 лет. Сейчас возможности шкалы раздвигаются до практически 90-летнего возраста. Второе. Страны разделены на 4 группы риска. Низкие, умеренные, высокие, очень высокие. Вы понимаете, в какую градацию попала наша страна. Соответственно, в очень высокий сердечно-сосудистый риск. Высокий риск у пациентов без диабета и сердечно-сосудистых заболеваний зависит от возраста. Более жесткие стали критерии введения дислепидемии. То есть у пациентов очень высокого риска. Планка холестерина липопротеидов низкой плотности снижается до 1,4. Но так же, как мы ведем коронарную болезнь. И обязательно, либо вместе с этим еще, если, допустим, холестерин низкий, исходно, невысокий, то тогда вступает второй критерий, мы должны наполовину снизить. Допустим, холестерин липопротеидов низкой плотности, допустим, 2,0. Значит, нам надо до единицы снижать его на 50%. А если, допустим, он 4, то мы должны снижать до 1,4 получается. То есть более низкую границу берем в качестве отсчета активной гиполепидемической терапии. Контроль давления становится ниже. 18-69 лет, 120-130. А для лиц 70 лет и старше, ниже 140 и стремимся к 130. Не всегда пациенты у нас могут перенести. Есть особенность, если мы форсируем снижение. Но, тем не менее, целевые параметры у нас такие. Ну и, конечно, вот та кардинальная перестройка лечения пациентов с сахарным диабетом, когда на первый план вышли у нас ингибиторы натрия глюкозного транспортера 2 и ортограммисты рецепторов глюкогоноподобного пептида 1 во вторую очередь, вот они здесь тоже получили отражение. Вот эта картинка, она переведена из европейских рекомендаций. Она говорит еще раз о чем, что нужно все-таки не слепо выполнять рекомендации. В тревоге депрессии, допустим, есть воспалительные заболевания ревматические, есть, допустим, выраженная наследственная предрасположенность, есть, в конце концов, позиция пациента, есть, вообще-то, ограничение финансовое, которое есть у наших пациентов, которые мы не можем не учитывать, потому что мы назначить-то можем, но он же после первой упаковки потом продолжать-то лечение не будет, потому что у него просто ресурсов нет на это получается. И, конечно, мы должны, тем не менее, на основе рекомендаций создавать индивидуальную все-таки программу лечения, стремиться к этому, несмотря на колоссальные перегрузки, несмотря на дефицит времени, да, и, тем не менее, опытные, квалифицированные врачи, поскольку им для принятия решений нужно мало времени, чем выше квалификация и опыт врача, тем быстрее он принимает решения, да, тем более, если те пациенты, которых вы неоднократно уже вели, там, конечно, можно сэкономить время на стандартных операциях, сосредоточиться на уточнении, профилизации лечения, выработке индивидуальных клинических решений. Шкала СКО-2. Многие пользуются кардиоэкспертом. Мы еще в августе обновили его, поэтому там шкала СКО-2 есть. Я хотел бы обратить внимание, что там используется холестерин не липопротеидов низкой плотности. То есть это от общего холестерина вычитаем просто холестерин липопротеидов высокой плотности, потому что низкой плотности он рассчитывается по специальной формуле. И я говорил, что там градации рисков, они меняются в зависимости от возрастной категории пациентов и исходного риска, который есть в той или иной стране. Но у нас это страна обычно высокого риска. Хотя вот я сейчас подумал, да, а вот приезжает, допустим, родственник из Германии. У него же будет тогда риск тот, который у него был в Германии, да, он же не станет автоматически тем, который появился у него, когда он приедет в Россию. Я имею в виду вот эти миграционные потоки. То есть надо учитывать, откуда, в общем, пациент прибыл. И возможно даже, ну опять это гипотеза, да, что у нас же не вся страна высокого риска, что у нас наверняка географически есть зоны, где есть повышенный риск, есть умеренный риск. И возможно, что есть у нас регионы с низким риском. Вот поэтому это надо учитывать. Ну для примера, Якутию возьмите. Вот сама шкала, да, ну у кого нет возможности, да, там набрать на смартфоне, могут пользоваться по привычке или по вот такими табличками, да. Да, фактически в кардиоэксперте мы вот эту табличку и перевели. Почему? Там есть специально вообще формулы расчетные. Но когда я обратился в Европейское общество кардиолога с просьбой предоставить форму, потому что в самой публикации по СКО-2 они не все циферки там указали. Ну то есть там нельзя было эту формулу использовать. Ну я по наивности обратился к нашим, да, европейским коллегам с просьбой в страну высокого риска, да, предоставить эту формулу, да, чтобы мы, наши врачи, могли легко, да, там и более точно рассчитывать, а ничего подобного. А нам сказали, что вы знаете, это копирайт, это авторское право, это вот, вот это очень тоже полезное, потому что у нас для пациентов от 70 лет и выше, в принципе, у нас возможности рассчитывать риски-то не были, да. А такие пациенты есть, у которых нет, допустим, коронарной болезни, да, там сердечная недостаточность, диабета, они есть, им риски надо считать, надо считать. Многие долго живут и с хорошим, да, уровнем познавательных функций, да, активные достаточно. И у них тоже возникает вопрос о первичной профилактике инфарктов, там, инсультов и других заболеваний. Но она же должна на основе рисков проходить. Тогда вот на помощь приходит вот эта формула СКО-2О. Ну вот я примерно эту схему такую нарисовал, это уже уточненная схема. Вот я пытаюсь всегда информацию в более удобном, компактном и ясном виде представить, чтобы в первую очередь самому пользоваться легче было и понятнее на консультациях своих. Ну и понятно, что я стараюсь показывать это и коллегам, и рассказывать, и они есть и на сайте, вот эти таблички. И я думаю, что в следующее издание клинических рекомендаций по кардиологии к аморбитным болезням мы, несомненно, эту систему включим. Помимо шкалы СКО, да, не забываем, что в градацию-то входят и другие заболевания, да, как-то диабет со сложнениями, да, как дисфункция получит. Это же тоже, помимо шкалы СКО, тоже есть уточнены вот эти все позиции, кого из пациентов отнести в группу высокого, невысокого риска или очень высокого риска. То есть там она стала проще, чем была, она стала более, ну, корректно, если можно так сказать, с точки зрения доказательной медицины. И поэтому надо будет нам еще осваивать вот эту полную версию градации рисков сердечно-сосудистых. Кроме того, есть и другие шкалы. Например, если пациент со стабильной станокардией, ну, допустим, да, при подъеме на третий-четвертый этаж в груди давит, он остановился, да, они же тоже, это пациенты разные по риску. То есть там же тоже есть градация рисков, поэтому можно пользоваться шкалой СМАТ, которая есть в кардиоэксперте, можно использовать другие шкалы. По крайней мере, в этом документе довольно много шкал еще включено дополнительно для пациентов с диабетом. То есть нас ждет в ближайшие годы расширение арсенала используемых шкал. Пока, конечно, дай бог нам освоить СКО-2. И потихоньку будем осваивать другие шкалы, но мир движется именно в этом направлении. У нас будет на каждую проблему своя шкала. Если мы будем вот эти факторы риска широко всем применять, оценивать, там, давление, холестерин, там, да, там и так далее, то мы выиграем или нет. А вот самое интересное, недавно был опубликован документ Всемирной организации здравоохранения 2021 года, который свидетельствует, что широкая, я имею в виду диспансеризация наша, широкий поиск факторов риска, на сердечественное заболевание смертное это не влияет. Вот что интересно. Поэтому так уж прямо всем искать факторы риска, но на популяционном уровне у нас выигрыша не будет. Вот что интересно-то. Ну и благо это же не мнение, да, частное лектора, которое перед вами стоит. Это официальный документ Всемирной организации здравоохранения. Мое предложение выделить несколько схем профилактики. Легкая, умеренная и активная профилактика. Вот легкая профилактика. Холестерин, ну, низкой плотности 2,6, да, давление систолическое 130-140, гемоглобин гликированный, ну, хотя бы 7, обычные нагрузки и диета безо всяких излишек. Это такая минимальная, легкая такая, умеренная. Холестерин низкой плотности снижается до 1,8, давление в диапазоне 120-130, гликированный гемоглобин до 6,5. Гемоглобины, умеренные нагрузки, ну, допустим, там, 150 минут в неделю умеренных нагрузок. Допустим, ограничить соль, трансжиры и что там еще. Ну и при необходимости дать статины. Активная, агрессивная, когда риск очень высокий и пациент, в принципе, готов к этому, да. Холестерин 1,4, гликированный гемоглобин меньше 6, нагрузки интенсивные. То есть пусть бегает, не 150, а пусть 300, и каждый день, ради бога. Диета средиземноморская, статины с азитимибом. Мне показалось удобным разделить варианты профилактики на три по степени интенсивности. И смотреть, этому пациенту нужна агрессивная, активная, этому умеренная. И пусть живут, ну, хотя бы немножечко, что-то там, какие-то факторы риска, пусть уменьшат. Народ, в общем-то, достигнуть целевых уровней в большом масштабе так и не может. Даже если мы берем европейцев, которые, ну, довольно-таки считаются сознательными, более ответственны за свое здоровье, но целевых уровней, даже по критериям 2016 года, они достигали только в половине случаев. А вот по новым критериям это только треть. То есть в развитой Европе вы видите, пока еще до сих пор мы не до конца решили эти проблемы. Более тревожная ситуация, что не получается достичь целевых уровней холестерина, липопротеидов низкой плотности, а мы на него в основном ориентируемся в последние годы, даже у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть там, где есть явная бляшка, которая вызвала, допустим, стынокардию, перемежающуюся хромоту или вызвала атеросклеротического происхождения, инсульт, допустим, и так далее. Проблема-то в том, смотрите, мы же не можем добиться у них целевых уровней. Вот где резерв-то. То есть мы не только не справляемся с первичной, мы с вторичной не справляемся. Ну и вы сами знаете, возьмите пациентов с коронарной болезнью или с ишемической болезнью. И какой холестерин у них? Что у них у всех ниже 1,4, что ли? Это редко, когда мы такое видим на самом-то деле. Но настороженность даже во врачебной среде, даже в кардиологической среде, к статинам она остается. Я уж о пациентах не говорю, про их любовь к печени и так далее. Но тем не менее мы же прекрасно понимаем, что да, пусть немного, но диабет второго типа возрастает. Гликемия-то возрастает на статинах-то. Миопатия, ну пусть редко, но бывает. Боли-то в мышцах. А проблема внутримозговых кровоизлияний, на которой мы сейчас остановимся. Вначале о ней говорили, потом затихло, а потом опять выяснилось, что все-таки там возрастает риск. Комбинация статины же, они не инертные препараты, они же влияют на метаболизм других препаратов, включая амиадарон, например, антагонисты кальция, в частности. В реальной жизни мало, редко кто учитывает эти вещи. Вот это все, в принципе, в большинстве случаев перекрывается снижением частоты инфарктов миокарда. Сильно уж серьезный у нас противник острой коронарной синдромы. Слишком часто мы теряем пациентов из-за коронарных синдромов. И поэтому, конечно, в большинстве случаев нам необходимо учитывать вот эти риски, но тем не менее оставаться на статинах. Но мы можем и снизить риски, по возможности снизив дозу статинах, или добавив, например, такой препарат, как козитимид. Вот это очень интересное исследование. Вот оно в этом году было проведено. Пациенты часто ведь жалуются. «Да вот я статин начал, вы мне порекомендовали, а у меня потом заболело». И вот решили сравнить, как влияет статин, плацебо. Частота симптомов, вызванных плацебо, не отличалась от частоты симптомов, вызванных статином. Но вот этот негативный фон в отношении статинов, он индуцируется частично ведь и врачами. А вот это я хотел бы обратить внимание ваше. Статины повышают риск геморрагических инсультов. Ну, в первую очередь, конечно, внутримозговых кровоизлияний. Особенно после уже имевшегося геморрагического инсульта. Если у пациента был геморрагический инсульт, надо 200 раз подумать, назначить ли статину. Второе кровоизлияние – это очень серьезно. Там смертность под 50%. В лучшем случае. Это важно для нас и по антиагрегантам, ведь правда же. А если он перенес геморрагический инсульт, нам нужен аспирин-то? Я не знаю, нужен ли он. Или антикоагулянт еще. Но в целом, еще раз не забываем, что польза статина в целом, если брать, она заметно перевешивает риски побочных эффектов. Единственное, что надо не забывать, что там есть проблемы. И учитывать их, назначая терапию статинами. Одно из решений – эзитимид добавление снижает риски сердечно-сосудистых болезней, независимо от исходного уровня. То есть там, где не хватает статина, или вы опасаетесь дать большую дозу, 80 мг. Сторого статина или 40 мг. розового статина, или встречаетесь с какими-то побочными эффектами. Что вам мешает уменьшить дозу и добавить эзитимид? Можно решать эту проблему. Импруфит – это крупное рандомизированное исследование, показывает, что это достойное добавление к статинам и решает многие проблемы, вызванные терапией статинами. Ну и, конечно, вот эта революция, происшедшая в геабетологии, когда у нас вошли новые препараты – ингибиторы натрия-глюкозного транспортера-2. Эмпоглифлозин и дапоглифлозин – это два препарата, и они снижают сердечно-сосудистые риски. И вот по сравнению с препаратами сульфанилмочевины даже смертность могут снизить. То есть у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями или высоким риском у нас нет фактической альтернативы. Мы обязаны… Это такие же препараты, как статины, как аспирин, такого же уровня фактически. У нас еще много препаратов, которые влияют на сердечно-сосудистые риски. Да нет. И то, что мы получили эти препараты, ну и по своей практике, я уже почти всех перевел на новые препараты. В первую очередь, конечно, ингибиторы натрия-глюкозного транспортера. Агонисты-рецепторы глюкозного пептида – это второй класс. Может быть, он не так активен у пациентов с сердечной недостаточностью, и может, не всем нравится, что нужно подкожно вводить, хотя один раз в неделю. Но у них есть один плюс очень существенный – они снижают массу тела. То есть их можно использовать для борьбы с ожирением, независимо от наличия диабета. Лучше считается семаглутит. То есть он по снижению массы тела считается лучшим. Многие назначают дулаглутит. Ну, троллисити, допустим. Он считается самым дешевым. Но нужно-то понимать, что 4-5 тысяч – это 0,75 миллиграмма. А чтобы снизить массу тела, надо минимум 1,5 миллиграмма, а лучше 3 миллиграмма. То есть это надо обсуждать с пациентом. Многие идут на это. Мы обсуждаем с ними. Но мы должны сразу проверять стоимость. То есть он будет ли выдерживать эту терапию, потому что эффект существенный будет только через полгода. А максимальный мы ждем к концу года только. Понятно, что первая реакция будет уже к концу месяца. Он должен уже ответить. Ну, это затратная терапия. Но если вспомнить, сколько пациенты ресурсов тратят на борьбу с ожирением, то, может быть, это и не такая уж затратная процедура. Но она работает. Вторая проблема – это новые рекомендации европейские по сердечной недостаточности. Как острой, так и хронической. Что мы видим здесь нового? Вот эта фракция выброса левого желудочка 41-49. Ее называли по-разному. Мяг, промежуточной называли. Но тактика ведения как низкая. Поэтому более правильный термин был. Я его перевел как сниженная. Это более правильный термин. Второе очень важное. Вот эти ингибиторы натрия-глюкозного транспортера включены в основные препараты лечения хронической и декомпенсированной еще сердечной недостаточности. То есть так же, как ингибиторы АПФ, петаблокаторы, антагонисты минералок, артикоидных рецепторов. То есть они снижают частоту госпитализации, даже выживаемость. То есть это основные препараты стали у нас, кардиологические препараты. И как только они появились, информация появилась, мы стали использовать, и мы убедились, что они не работают. Работают у пациентов, у которых не работали диуретики, ингибиторы АПФ, ничего. То есть мы добавляли к ним эти препараты и получали порой вообще отличный результат. Да, у них есть диуретический эффект, многие относят их к диуретикам, но у них есть еще и другие какие-то эффекты. Вот, может, не до конца еще понятные, но они работают абсолютно точно. Стратегии самоконтроля снижают госпитализацию и смертность. Вообще-то это не проблема врача, это проблема самого пациента и его близких родственников. Наша задача как? Дать ему дневничок, АДЧСС и масса тела обязательно. И научить их пользоваться диуретиками. Масса тела начинает растянуть, повышайте диуретик. Ну 5, 7, ну 10 сделайте, ну 15 поднимите, ну 20 поднимите. Справляться не будете, приходите, посоветуемся. То есть наша задача научить их, пусть они сами работают. Тем более в нынешних условиях дождаться помощи от нашей медицины пациентам крайне сложно. Во многих случаях невозможно. Но надо научить их, пусть они сами борются. Это их проблемы, проблемы родственников. Контрольный визит выписывался через неделю-две, надо его посмотреть дома. Потому что они могут препараты принимать не те и не так, режим могут нарушить. И требуются коррективы, потому что условия стационара, где-то там внутривенно в отделе фуросемии, допустим, это другие условия, чем дома. Там диета другая, там все другое. Поэтому надо проверить, а как это лечение, рекомендованное в стационаре, часто без учета амбулаторных реалий, как оно вообще работает. Его же надо подкорректировать. Врач-то видит в стационаре совсем другую картину. Он его отжал, давление у него было такое. Когда он вышел, там надо коррекцию сразу вносить. Причина коронарной сердечной недостаточности. Вот эта проблема, она остается. Порог там причины. Нет, мы лечим сердечную недостаточность. Хирургам не направляем. ВМП не используем. Почему? Пациент сам может документы направить. И коронарная ревоскулиризация, и замена клапана пособиная. Мы здесь недорабатываем силы. Вот недорабатываем. Почему-то упорно лечим сердечную недостаточность. Хотя в основе порог вообще-то надо корректировать порог. Центры работают. Это реально. Практически не используем скрининг дефицита железа, ферритин. И не используем ресурсы терапии железом. Парантерально. Препараты есть? Есть. Пациенты, у которых нет эффекта особого, есть? Есть. И группа пациентов после химиотерапии. Химиотерапия прогрессирует у нас, да. Появляется современная разная схема ведения их. И появляется, да, сердечный недостаток. И не только антрациклиновая. Она разная бывает. И аритмии бывает. Вот последняя пациентка вот только что перед отъездом смотрел. На химиотерапию вроде бы надо, не хочется искалифомит. А 33 тысячи желудочных экстрасистов вот насторожили онкологов. Они сами-то не рискнули решать эту проблему. Направили к кардиологу. Но кардиолог же тоже должен как-то, да, решать эту проблему. Оставить опасно она, не опасно. Дать антиаритмический препарат, не дать. Какой антиаритмический препарат. А какая химиотерапия будет, да. Ну вот эти все моменты мы должны уже знать. Поэтому, конечно, нужно нам повышать свой уровень, да, и понимание ведения пациентов вот с кардио-онкологическими проблемами. И не случайно вот в наших рекомендациях вот этой, да, книжке, которую многие из вас знают, там раздел постоянно у нас развивается и совершенствуется кардио-онкология. Там и тело есть проблемы большие у нас, помимо сердечной недостаточности. Ну и другие, несомненно. Ну и для амилоидоза есть, если мы выявили, вот особенно дикий тип. В принципе, есть препарат теоретически. Ну и, наверное, практически иногда можно решить эту проблему. Вот схема диагностики хронической сердечной недостаточности. Я показываю вам этот алгоритм современным. То есть клиника, а дальше что? Не эхо, а мозговой натриуретический пептид. Почему? Потому что эхо может быть разным, нормальным, немножко ненормальным и сильно ненормальным. Более того, еще важно, как эхо сделано. Оно по-разному сделано, вы же прекрасно знаете. Кто только по таигольцу смотрит. И вот, в зависимости от этого, да, ну, к сожалению, у нас в рутинной практике его нет, поэтому приходится обычно либо в инвитер обращаться к лаборатории, либо в другую какую-то, потому что, ну, вот бюджетные учреждения не дают нам возможности оценить антибиотик. Ну, если классический, там и не надо его брать, да. Ну, если у вас клиницисты, вы видите застой очевидной ситуации, ну, и лечим его. Но если есть какие-то сомнения, мы не очень уверены, тогда вот используем антибиотики. Эхокардиография. Если это нормально и это нормально, ну, там нет сердечных, там одышка другого происхождения. Там тревога, может быть, депрессия, не знаю, аномия какая-нибудь. Ну, много причин для одышки. Может, не тренируется, сидит дома, телевизор смотрит. На второй этаж, тадышка у меня. А эхо мы должны уже фенотип, да. То есть 40 и ниже – это низкая. 41 и 49 – сниженная, да, или пониженная. Ну, и сохраненная фракция выброса 50 и выше. Лечение с низкой фракцией выброса. Обратите внимание, да, что в стандарт включены ингибиторы натрий-глюкозного транспортера-2. То есть это такой же препарат, как ингибиторы АПФ, как антагонисты минералокортикоидных рецепторов, как бета-блокаторы. Почему? Потому что смертность снижается. Все. Основные препараты. При снижении госпитализации, еще раз напоминаю, да, что в ряде случаев нужно искать причину и восстанавливать, да, поврежденные сосуды, клапаны, а не бороться со следствием сердечной недостаточности, как таковое. И при необходимости, а это сейчас тоже направление лечения, убирать надо фибрилляцию, предсердить. А как вы одышку победите, если вот она с одышкой идет? Ну, абляцию надо делать. Раньше-то мы думали, это противопоказание, а сейчас оказывается, это показание к абляции. Когда появляется новый препарат, вот мы часто встречаемся со специалистами, которые занимаются распространением препаратов, медицинскими советниками, представителями, мы всегда говорим, рандомизированные исследования, это здорово, это хорошо, но мы ждем реальных полевых исследований, как в реальной жизни он покажет себя, потому что публика-то другая у нас, не та, что в рандомизированных исследованиях. Она старше, она тяжелее, да, с кучей коморбидности всякой и так далее. Там нет влияния фармбизнеса, ну, на, смотри. Исследования в реальной практике, в многочисленных регистрах, в реальной жизни показали, да, он работает. Он также работает, как в рандомизированных исследованиях. Во многих случаях он может выиграть у энолоприла. Блокада рецептора – это ниже ранг. То есть мы пытаемся назначить, ну, в основном энолоприл, да, проверенные препараты. А если уж почему-то кашель там или что-то, ангионевротический отек, только потом думаем о кандосартане, о лазертане. Поэтому, конечно, эти препараты, этот препарат пока он единственный, он выходит на первую роль. Только тетруем до 200, а не до той дозы, которая часто применяется. Ингибиторы натрия глюкозного, они же не только уменьшают госпитализацию сердечной недостаточности, да, и в ряде случаев даже смертность, они же замедляют прогрессирование почечной дисфункции. Событие, которое произошло недавно, оно даже в полной мере не вошло в последние европейские рекомендации. Вот это беда и сложная ситуация, когда у пациента нормальная фракция выбраться, да. А дышка есть, отеки есть. Как их лечить? А никак лечить. Дюретики только, все. Ну, ЧСС можно понизить, если там тахикардия, да, все, больше ничего нет. До недавнего времени. Пока не появились вот эти препараты. Попробовали эмпоглифлозин и с удивлением обнаружили, что он вообще-то снизил частоту госпитализации у этих пациентов. В коей веке единственный препарат, ну, может быть, после диуретиков, который может работать у них. То есть у нас, получается, отеки лечим диуретиками и добавляем этот препарат для лечения сердечной недостаточности сохраненной фракции выброса. Сокубитрил вальсортанта при сохраненной фракции ничего не дал нам. Мы-то надеялись, что он там не помог. Антагонисты минералокортикоидных рецепторов. Основная проблема там существует – это гиперкалиемия. Особенно у пациентов, у которых не очень тяжелые сердечные недостаточности, когда там небольшие дозы диуретиков у нас идут, потому что мы же дали ингибитор ангитезин, превращающий фермент, он калий поднял. 50 миллиграмм дали – тоже калий поднялся. Функция почек снизилась, калий опять поднялся у нас. И он уже под 6 стал. И мы начинаем нервничать, тревожиться. Что-то же калий-то же высоковато у нас. Не отменить ли нам препараты? Отменяем. Калий снижается, но возрастает риск сердечно-судистых событий. Это цена, на которую мы должны идти. Поэтому тут надо подумать, стоит ли отменять или даже ограничиться уменьшением дозы с 50 до 37,5 или, допустим, дать 25. В принципе, 25 не так уж хуже работает, чем 50, допустим. Может, поскольку туросимид-то не очень уж прямо в малых дозах калий выводит, может, тиозид дать? Вот тот-то выводит калий. Мы, собственно, боялись всегда, что калий выводит. Смерть может там быть. Поэтому нужно подумать, стоит ли убирать препарат, снижающий сердечно-сосудистые риски тетрования дозы. Вот это была основная проблема. Вот не тетруем дозы до целевых. Чего-то боимся. И давление вроде позволяет. Основной-то бич давления. В основном садится все у нас. Нет, не тетруем. И не только мы не тетруем. Развитые страны не тетруют. Смотрите, достижение целевых доз в Европе. Ингибиторы АП в 15%. Блокады рецепторов ангиотензина – 10%. Бета-блокаторы – 12%. Ну, у нас таких же, по-моему, ясенение же, конечно. Но это общая проблема. Не тетруем. Почему? А потому что кто тетруать будет? Врач? Нет. А пациента мы не научили. Все. Большой привет. Стами они боятся. Надо же дневнички ввести, дозу повышать, смотреть за давлением. А программы самообучения-то нет пациентов. Все. Большой привет. Причем у половины пациентов при нормальном тетравании мы можем повысить фракцию выброса левого желудка. Даже сделать ее нормальной у четверти пациента. То есть он пришел вам с 35, а при тетравании вы достигли 55. Ну, надо тетравать только, надо дозу подбирать. Надо что-нибудь убирать. Если, допустим, давление не падает, ну, уберите какой-нибудь другой препарат. Ну, уберите амлодипин, в конце концов. Уменьшите дозу перонолактона или преринона, в конце концов. Другие-то препараты уберите, которые снижают давление. Ну, которые менее значимы в данной ситуации. Это-то жизнь, это одышка, это жизнь, это госпитализация. Основной приоритет у пациента с выраженностью речи недостаточно. И даже, может, не столько жить, сколько там проживет, не знаю, но качество жизни с одышкой, сидя, да, не выйти, ничего. Родственники все время тут бегают за тобой. Ну, если уж вы на высоком уровне работаете, то тетравать можно вообще по биомаркерам. Ну, у меня есть такие пациенты. Вот они регулярно сдают антипроби НПИ, мы смотрим. По ним даже следим. Начало расти, значит, давай усиливать лечение. Скоро декомпенсация у нас появится. Среди форм острой сердечной недостаточности доминирует, конечно, декомпенсация. Декомпенсация, вот мы с врачами много раз обсуждали это, но вот это вот как-то трудно доходило, что декомпенсация – это форма острой сердечной недостаточности. Это не хроничность, это острое. Не надо писать 2Б, там, третий функциональный класс. Это вообще для другой совершенно формы сердечной недостаточности. Достаточно просто написать декомпенсация сердечной. Все. В принципе, даже острое, но просто в острой же много форм, отек легких есть, кардиогенный шок, право желудочка, ну, там много форм разных. Поэтому декомпенсация и все. Диагностика. Здесь тоже важную роль играет антипроби НПИ. Крининговая эхокардиография и полная, тщательная, с оценкой по Симпсону. Лечение. Вот схема лечения, она в прошлой версии была немножко усложненная, а в этой они как-то оптимизировали, сделали ее получше и более понятной. Вот поступает пациент с застоем. Спрашиваем, пьете мочегонный, не пьете. Если пьете, то или в два раза увеличиваем дозу, у того же фуросимеда, или аналогичную дозу фуросимеда даем внутривенную. Ну, с пересчетом. И смотрим 6 часов, как диурез. Если выше 100, там 150 мл в час, ну, вот так же будем поддерживающую дозу давать. Если нет, то будем увеличивать дозировки. Если он не принимал петлевых диуретиков парорально, все, 20-40 мг фуросимеда внутривенно. И опять смотрим по часовому диурезу в течение 6 часов. Если эффекта нет, удваиваем дозу фуросимеда, удваиваем. И мы удваивать можем до 400-600 мг. Смотрим, не помогает. Ну, тиазиды добавили, гидрофлоратиазид добавьте. Многие любят ацетозоламид добавлять, с надеждой, что он как-то улучшит эффективность. И ингибиторы натрия глюкозного транспортера. И вот эти препараты работают. Ну, стартовая терапия, понятно, что в основном диуретики. После хорошего начального эффекта, диуретический эффект будет снижаться, это мы знаем. То есть потом уже труднее нам работать с диуретиками. Если мы раньше устраняем застой, чем раньше устраняется, тем быстрее, естественно, БНП снижается. Ну, конечно, если есть возможность вести по мозговым натриуретическим пептидам, то это, конечно, подспорье в введении. Но надо стараться устранить застой полностью. За момент госпитализации. Пациент сам потом не устранит его. Он выйдет домой, и у него еще ухудшится, как правило, в этот период. А это влияет на прогноз заметок. При остросердечной также у нас эффективен, безопасен и, скорее всего, превосходит и на лаприл. Сокубитил, вальсар, также можно его использовать при острой сердечной недостаточности. Опять вот эти глифлозины. Опять. При острой. Ну, пока еще вот М-поглифлозин и Т-поглифлозин не изучался, сутоглифлозин изучался. Но, в принципе, скорее всего, и эти работают тоже. То есть эта группа препаратов может использоваться и должна использоваться не только при хронической, но и при острой сердечной недостаточности. Ну, на диурез мы говорили, что это препарат, который по-другому немножко за счет астматических, вот этих дел, за счет высокой глюкозурии, в том числе, вызывает увеличение диуреза. Без потери калия и без нейрогормональной активации, которую мы все боимся, все ботаблокаторами пытаемся, ингибиторами АПФ, там, подавить и так далее. То есть очень неплохой препарат. И вот мы переходим к фибрилляции предсердий. Еще раз обращаю внимание, что критерием является 30 секунд и больше. Если на холтере какие-то короткие эпизоды, вы это в диагноз не выносите. Ну, там, отметьте, что при холтерском мониторировании выявлены короткие эпизоды, понаблюдать за ними надо. И уж не назначаем антикоагулянты, да, кто там увидит, там, несколько секунд, и сразу же вот будем инсульт предупреждать. Шкалы надо оценивать постоянно, да. То есть, ну, было раньше такая шкала, там, через год другая стала. То есть надо переоценивать ситуацию периодически. В том числе и шкалы по кровотечениям, если используем их широко. Вот это прямое написано, да. Вот сколько мы ни боролись, побороть мы это не могли. Для контроля вначале аммиадарон не использовать впрямую прописанного в последних рекомендациях. Ну, потому что дисфункции щитовидной железы много же. Оценка эффекта рисков и эффекта абляции, да. Направляя на абляцию, можно же оценить риск шкала же у вас. Кардиоэксперт, ну, посчитайте вероятность успеха. Что вам мешает? Вот об этом мы уже говорили, да, одышка, отеки, фибрилляция. Ничего не помогает особенно. Можно попробовать убрать фибрилляцию, и это может помочь. После абляции вот они там антикоагулянты принимают, а исходно-то риск у него низкий. Ну, два месяца попринимали, потом-то можно убрать же. Не надо всю жизнь прямо. Ну, и вот это уточнение сейчас сокращается, сокращается время тройной терапии, да, да и двойной терапии, да, у пациентов с коронарными всякими острыми хроническими синдромами. Там до недели уже сократили три препарата, там до полугода там меньше двойная терапия. Вот это беда, конечно. Вот инсульт пациента, да. Вот произошел инсульт. Причину не ищем. Ну, в лучшем случае посмотрим сосуды сонные. А если бляшка небольшая, вроде не похожа. Откуда ишемический инсульт? Откуда он? Так он, скорее всего, от фибрилляции предсерден. Просто ее не диагностируем. Она же в большинстве случаев-то переносится хорошо. Ну, и сделали ЭКГ. Ну, через полгода еще одну. Это мы еще так хотим фибрилляцию себе поймать, что ли? Или холтеры успокоились. В эти сутки не было. Ну, не было, и что? Вот же у нас. Иди сходи, часы купи. Дорого. Вот купи, значит, обложку к смартфонам. Ну, дорого. Вот есть. В ДНС зайди, вот это 4 тысячи, купи переносную продюбровку. Застучало что-то, налепил электроды. Поэтому к телефону подключил. ЭКГ записал. 6 отведений отправил врачу. Чем чаще мы ЭКГ регистрируем у пациентов с повышенным риском, особенно у инсультов, то тем чаще мы будем выявлять фибрилляцию. Многие почему-то запрещают пить кофе и крепкий чай. Но нет в науке таких данных, что это аритмогенные. Пароксизмальные формы. У нас два варианта. Пароксизмальные – это всегда можно подождать, она кончится. Но если затянется, и, в принципе, иногда бывает 2-3-4 часа, 8 часов, то тогда, конечно, есть смысл паралленно купировать. Изучали сразу 3 таблетки однократно. Масса выше 70 – сразу 4 таблетки. Только такая форма изучалась. Нам нужно быстро добиться пиковой концентрации препаратов крови и в тканях сердца. Нам надо сразу дать приличную дозу. Амиадарон, как плацебо. Многие же снимают амиадарону. Внутривенно-то к концу суток не снимешь еще. Тут они таблетками пытаются снять. Кроме пропофенона есть этот ацизин еще, кстати, у нас. Синусовый ритм всегда лучше, чем аритмия. И для пациента это аксиома. Аритмия сердечную недостаточности вызывает и ухудшает. Чем дольше чаще фибрилляции, тем выше риск осложнений. По-иному быть и не может. И на начальных особенных этапах почему не убрать ее? Ну, препаратами, абляциями. Короткие, редкие можно снимать. Почаще стали. Переходим на постоянную профилактическую терапию. Чаще всего начинаем с первого С-класса. Можно начать с него, по крайней мере. Ну, вот есть пропофенон, но есть и ацизин. Не забываем. Не у всех пропофенон работает. И потом не всем нравится бета-блокирующее свойство пропофенона. Например, они не нравятся астматикам. И даже хобл не нравятся им. Там же не селективное бета-блокирующее свойство. Можно использовать саталон, но там надо приглядывать. За хутэта приглядывать надо. И доза-то не 22 раза, и не 42 раза. А рабочая эта доза 162 раза, я напоминаю просто. У меня сплошь идут пациенты 40 миллиграмм 2 раза. Я им объясняю, что у нас центр негомеопатический. Мы как аритмию лечим большими достаточными дозами. В таблетке 160. Не надо ее делить на 8 частей. Не надо. Но врачи так сказали. И кардарон на последнем. Да, амиадарон на последнем. И ждем. Два месяца ждем, пока он накопится. Тогда только мы можем посмотреть. Но тут, конечно, надо защитовидный смотреть. Ой, смотреть надо за ней. Много сильно, много. Ну вот эта схема дифференцированная. Если коронарная болезнь настоящая, не та, которую всем ИБС поставили после 60 лет, а именно, что у нее действительно есть коронарная болезнь, тогда саталол, ронолазин, ну может амиадарон. Низкая фракция выброса ронолазин, амиадарон. Тут у нас вариантов мало. А без выраженной коморбидности мы можем использовать практически все. Включая и этот цезин. Я хочу обратить внимание, что он может при отсутствии нарушений структурных сердца также активно использоваться. Хотя и доказательная база у него не такая уж прямо великая. Мы с ним работали еще в 80-х годах. У нас антиоритмиков-то мало. Поэтому мы рады любому дополнительному антиоритмику. Фармакокинетика очень похожа на пропофенон. Там, где не работает пароральный пропофенон, можно попробовать пароральный. Это цезин. Особенно, когда вам не нравится бета-блокирующая свойства. Стимулировали вагус и смотрели, как этот цезин работает. Снижает брадикардию, вызванную стимуляцией нервовского флагоза. Что нам во многих случаях и нужно. Хотя, так же, как и любой первый цезин, замедляет проведение подпроводящей системы. Ранний контроль. Чем раньше вы активно начнете лечить, тем более благоприятно будете контролировать аритмию в дальнейшем. Если пациенты приходят нелеченные, неконтролируемые, их тяжело потом ввести. Это известная аритмия фибрилляции. Ее надо как можно раньше начинать лечить. Не забываем, что наряду с антиаритмической терапией обязательно контроль давления, диабета. Всех этих факторов риска. Это важная составляющая лечения этих пациентов. Системное лечение улучшает прогноз. И переходим к тромбоэмболению. Ну, вот эта любимая шкала, которую все, в общем-то, да, особо и не пользуются даже, потому что фибрилляции предсердия считается, что уже достаточно, чтобы назначить антикогулянт. Неважно, что это женщина в 35 лет, без других факторов риска, иначе у вас будет инструкция. Ну, аргумент же простой. Напугать и спасти потом, да. Хотя еще раз говорю, сама шкала, она некорректная по большому счету. Она слабенькая. Прогностические возможности очень скромные. Вот просто другого нет. И считается, что это все равно лучше, чем врачу-нибудь сам будет придумывать. Но не забываем, что там еще есть много факторов, которые модифицируют вот эти риски. Одно дело, фибрилляция предсердий, там 40 секунд один раз в год зафиксированная. И другое дело, когда у вас больше суток она идет. То есть там риск-то разный. Тромбомболи. То есть надо же это тоже учитывать. В анамнезе внутримозговое кровоизлияние возможное даже. Антикогулянты ведь не только инсульты, но они ведь и деменцию. Проблема антикогулянтов, когда их стали шире назначать, стали расти внутримозговые кровоизлияния. Ну да, вроде бы прямые безопаснее в отношении варфарина, но мы же стали их чаще назначать. Мы же их стали чаще назначать и тем пациентам, которым вроде бы и не надо назначать. И соответственно у нас частота внутримозговых кровоизлияний, обусловленных антикогулянтами, стала расти. Я к чему? Что нужно использовать их осознанно, разумно тем пациентам, которым действительно это надо делать. То есть низкий риск не надо назначать. Один балл подумайте, если уж сейчас вас пользуетесь, подумайте, надо ли вообще взвести тщательно, надо, может подождать, не торопиться. В этом же документе я хочу обратить внимание, кто на варфарине ведет, что там модифицированная схема смены в зависимости от МНО. На 10-15% все надо посмотреть будет, потом можете повнимательнее эту схему, кто не видел, сделает. В последнее время шире стали использовать препараты, прямые в первую очередь антикогулянты у пациентов с дисфункцией почек. Вот эта схема, я ее перевел, она такая более понятная и ясная для восприятия, для использования. То есть до 30 мл в минуту мы спокойно снижаем. Вот дальше надо подумать, в зоне 15-30 мл, и особенно где диализ, там надо подумать, надо ли использовать, если надо, то, конечно, дозовый режим отработан, в принципе, можно использовать. Вот тот же реворатсабан можно использовать, 15 мг, но это уже индивидуальные решения должны быть. То есть надо подумать, рискуя кровотечениями, вы выиграли ли вы по инсультам, не очень понятно в ряде случаев. Реворатсабан, вы знаете, препарат, который многие любят, в первую очередь за счет хорошей изученности и однократного приема, это все-таки большой плюс, ничего не скажет. Все привыкли один раз принимать. То есть он был не хуже варфарина по риску кровотечения и инсульта у пациентов с терминальной почечной недостаточностью, с выраженной дисфункцией почек. То есть при необходимости можно его использовать наряду с варфарином. Сравнивали с апексабаном. Ну, я как-то вот долгое время был сторонник того, что вроде бы да, поскольку там как-то меньше через почки, то есть вроде нужно лучше. Но вот когда клинические исследования стали использовать, ну, вроде бы эффективность и безопасность, по крайней мере, в ряде исследований она не отличалась. Но вот еще раз говорю, при выраженной дисфункции нужно индивидуальное решение. То есть можно использовать прямые антикоагулянты, но нужно индивидуально взвесить, потому что там уже, ну, как бы зона такая неопределенности возникает. При коронарной болезни, вот мы с вами говорили, да, что при высоком риске, особенно, если стенд поставили, три препарата желательно минимизировать время приема. Вплоть до недели, все, недели и ушли. Если стенд поставили. Если стенд не ставили, там риск тромбоза же, он не очень велик. Поэтому там можно сразу перейти на два препарата. Ну, то есть антикоагулянт плюс газогрегант. Более безопасно даже клопидогрегу, да, чем аспектно. И еще раз, да, везде подчеркивается, взвешивать надо риски по этому, риски по этому. Вот там такие таблички, они все время уточняются, дорабатываются. Греганты же взаимодействуют с разными препаратами довольно сильно. Мы это учитываем. Вот я хотел просто обратить внимание на самый популярный антиаритмик кордарон, амедарон. Что мы здесь видим? Что все антикоагулянты, да, беготран, на 12-60%, ну, и доксабан, которым мы ждем, на 40%. Апексабан вообще не изучал никто. Как он будет влиять, мы не знаем, на самом деле, да. Вот единственное, что хочу сказать, что вот этот ривороксабан, смотрите, здесь минимальный вообще эффект получается, да, ну, на основании этой таблицы, если мы ведем пациента на амедароне, то, вообще-то говоря, предпочтительнее, вот согласно табличке вот этой, опубликованной в европейских рекомендациях, значит, мы выбираем ривороксабан, получается. Потому что здесь мы не знаем, да, этот повышает, этого нет у нас, ну, и все. После облядки почему рецидивы возникают? Пациенты спрашивают, и когда их готовишь, нужно объяснять. Ранние рецидивы. Потому что, когда изолировали, да, появились бреши. А позднее из-за того, что очаг-то не только не здесь. Он же очаг может быть в половине, может быть, в предактах, может быть, ну, вообще в разных местах. А мы-то изолируем только легочную вену, все. Поэтому поздние рецидивы в основном связаны с активизацией очагов вне легочных вен. Ну, вот это мы с вами говорили, да, что в борьбе с сердечной недостаточностью обляция повышает качество жизни и прогноз. То есть, если ничего не помогает, а дышка остается, эффекта нет, почему не попробовать убрать-то, да, фибрилляцию?